Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по поводу». Я Альфия Сингатулина. И сегодня у нас в студии временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД России по Березовскому району Юрий Александрович Берюгин. Здравствуйте, Юрий Александрович. Здравствуйте, Альфия. Очень приятно, что вы пригласили нас на вашу передачу, так как возникла необходимость все-таки разъяснить нашему населению Березовского района некоторые наболевшие вопросы. Тема, которой мы посвятим сегодня наш диалог, это детский травматизм на дорогах. Сейчас мы посмотрим небольшой сюжет, а после продолжим. Сентябрь – начало нового учебного года. На дорогах поселений района становится больше маленьких участников дорожного движения. Кто-то из них передвигается в родительских автомобилях, кто-то на велосипедах, кто-то пешком. Так или иначе, проезжая часть ее окрестности – место повышенной опасности. И стоит максимально подстраховать себя от нежелательных последствий пренебрежения правилами дорожного движения. Как правило, заботливые родители снабжают свои автомобили детскими удерживающими креслами. Правильно подобранное и установленное устройство увеличивает вероятность сохранности жизни ребенка в случае непредвиденной ситуации на дороге. Но, к сожалению, не все родители придерживаются этого правила. Часто пренебрежение детскими креслами влечет за собой печальные последствия. Родительское доверие несовершеннолетним детям управлением транспортными средствами также опрометчиво. В Березово подростки вечерами не отказывают себе удовольствия прокатиться на скоростных пидбайках. Эти мотоциклы классифицируются как спортивный инвентарь. Но даже управление пидбайками разрешено с 16 лет при наличии соответствующих прав. Наши лихачи в летнее время катаются по окрестностям спящего поселка, подвергая свою жизнь опасности. 15 сентября прошел год с ужасной трагедией в Саранпауле. В машине находилось три несовершеннолетние девочки. Ни у одной, соответственно, не было прав. Ночные прогулки закончились смертью одной из них и ужасными травмами для двух других. Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 186 тысяч детей в возрасте до 18 лет. В текущем году в стране произошло 14 695 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 563 ребенка погибли. 15 816 школьников получили ранения. Детский дорожно-транспортный травматизм в России по своим показателям в три раза выше, чем в странах Евросоюза. Цифры на самом деле пугающие. Это общая статистика. Но какова статистика детского травматизма на дорогах именно в Березовском районе? К сожалению, у нас сохраняется тенденция повышенного детского дорожного травматизма. В прошлый год, как видно было из сюжета, мы очень печальные последствия поимели именно детским травматизмом. Именно в поселке Сарампауль, в результате которого одна девочка, к сожалению, погибла. Две другие получили тяжкие травмы, проходили долгие курсы реабилитации. К счастью, в данный момент с ними все хорошо. На данном периоде, за 2019 год, мы уже имеем порядка происшествий, в которых пострадали дети. И получается, все они происходят у нас на территориях поселков и населенных пунктов. Основная, конечно, причина этого дорожно-детского травматизма является невнимательность и несоблюдение в полном объеме правил дорожного движения, участников дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны юных пешеходов. Если возвращаться к случаю по Сарампаулю, там, я так понимаю, за руль серии люди, которые не имеют никаких прав, нет лицензии для того, чтобы водить транспортное средство. В Сарампаулю это отдаленный населенный пункт, и люди не имеют такой возможности, допустим, как здесь, получить права. Каким образом можно решить? На самом деле, это вопрос решаемый и просто-напросто зависит в большинстве от желания самих людей на получение водительского удостоверения. У нас учебный процесс, он как бы уже оговорен, регламентирован, то есть проблем никаких нет. Если нет возможности отучиться в своем населенном пункте, то необходимо, конечно, есть некоторые сложности, выехать туда, где эта возможность имеется, отучиться, получить свидетельство об окончании именно в учебной организации. А уже непосредственно экзамены вы можете сдать на территории Березовского района, но, к сожалению, в данный момент у нас возможность для получения сдачи экзаменов, получения водительского удостоверения только в Березовском. В Березово находится, так как подразделение регистрационно-экономационной группы у нас только находится до Березовского района. То есть в большинстве своих вопросов проблем нет. Даже если люди оттуда учатся, предположим, в других населенных пунктах Тюмени, Свердловске, кому где удобно, приезжают к ним, никаких препятствий для сдачи в экзаменах у них нету, на общих основаниях они сдают, подтверждают свою квалификацию и становятся счастливым обладателем, как так называют, водительского удостоверения, соответственно, категории, с помощью которого они могут управлять тем-либо иным транспортом. Что касаемо, да, вот этой ситуации, которая произошла у нас в Сиропауле, на самом деле, там мало того, что лица, которые управляли этим транспортным средством, не имели права на его управление, но они еще, кроме того, не достигли того возраста, которым возможно управлять транспортным средством. Напомню нашим зрителям, что в Российской Федерации установлен возраст, которого можно управлять транспортным средством. То есть мототранспортные средства это 16 лет, остальные транспортные средства по достижению 18-летнего возраста. В принципе, проблем никаких нету, пожелания ко мне, конечно, у меня будут к жителям. Учитесь, учитесь, еще раз учитесь и не допускайте подобных казусов в будущем. Если говорить, допустим, о взрослых людях, которые сейчас проживают на территории, к примеру, Саран-Пауля, и срок обучения на права это сколько? И это обязательно непрерывное обучение или это каким-то можно образом дистанционно сделать? Нет, к сожалению, дистанционным обучением у нас сейчас это не делается. Срок обучения у нас сейчас до полугода. То есть, конечно, необходимо присутствовать на процессе обучения для того, чтобы пройти необходимые теоретические занятия, практику вождения наработать. Ну, насколько я знаю, что даже у нас центры занятости населения Березовского района, они даже в рамках своей деятельности некоторым людям помогают отучиться, получить водительское удостоверение для того, чтобы человек мог как управлять автомобилем в повседневной деятельности, так и трудоустроиться водителем, в организации, беспрепятственно получать доход и легально управлять транспортным средством. То есть, в идеале, нужно на полгода, допустим, переехать в Березово, отучиться на права, сдать экзамены и вернуться обратно. Получается, что так? Да, именно у тех лиц, которые уже у нас постоянно проживают в этих населенных пунктах, получается, к сожалению, такая. И, насколько я знаю, ранее у них на территории их поселка осуществлял свою деятельность автошкола у нас. Это, получается, Бабанин Леонид Леонидович обучение там проводил. Насколько я сейчас знаю, по-моему, сейчас там такого возможности нет. Ну, это, конечно, проблемный вопрос. Но что касается у нас подростковой среды, то есть те, кто оканчивает школу, в своем большинстве они уезжают за пределы Березовского района для обучения там в каких-то учебных заведениях. Кто-то приезжает в Игрим, кто-то едет в Белоярске, кто-то уезжает в города, такие как Тюмень, Екатеринбург. То есть, там-то проблем вообще с этим нет. Очень много различных автошкол, которые имеют лицензию, подготавливают водителей различных категорий. И, то есть, как бы, еще раз повторяю, здесь, мне кажется, большая проблема в желании самого человека получить заветное, как говорится, водительское удостоверение. И на общих основаниях надо управлять транспортным средством. Еще один такой очень важный вопрос – это наличие детских кресел в автомобилях березян и вообще жителей Березовского района. Каким образом осуществляется контроль и насколько ответственно березяне относятся к наличию детского кресла в своем автомобиле? Да, наличие детского удерживающего устройства в автомобиле прописано на законодательном уровне. И, конечно, оно беспрекословно должно выполняться участниками дорожного движения. Для чего еще раз давайте обозначим, для чего нужны эти детские удерживающие устройства. Не дай бог, какая-то ситуация произойдет аварийная. Ребенок, который будет находиться в салоне автомобиля, просто-напросто может при ударе получить такую травму, при которой будут потом либо тяжкие последствия, либо, не дай бог, наступит смерть ребенка. Как всем, наверное, не секрет, детский организм, он еще формируется у нас, хрупкий. И поэтому при равнозначном ударе взрослый человек может отделаться с синяком, у ребенка могут быть более тяжелые последствия. Также я напоминаю, что при установке детских кресел должны соблюдаться определенные меры. То есть не просто, чтобы поставили мы кресло и на этом успокойно. Детское кресло должно быть зафиксировано в автомобиле. Таким образом, чтобы оно не смещалось при резком торможении, например, дай бог, при ударах. Те, кто перевозит детей на переднем водительском, то есть пассажирском кресле, тоже должны помнить о том, что если вы устанавливаете кресло на переднее пассажирское сидение, что в принципе разрешено действием с синякодательством, вы должны учитывать, что при этом так называемое средство пассивной безопасности, подушка безопасности на месте переднего пассажира должна быть отключена. Если в вашем автомобиле данные функции отсутствуют, то установка данного детского удерживающего устройства на переднее сидение запрещена. Так как, опять повторяюсь, детский организм у нас очень хрупкий. И при ударе, просто-напросто, при срабатывании той самой подушки безопасности, которая сохранит жизнь взрослому человеку, детскому организму она принести может такую травму, при которой, ну, может быть, самые печальные последствия. Это очень-очень, как бы, больная вопрос. Просто-напросто задумайтесь, уважаемые жители, уважаемые водители. Это же ваши дети, это же безопасность ваших детей прежде всего. Вы рискуете, поигнорировая требования законодательства, рискуете жизнью своего родного ребенка. Ну, к счастью, на территории Березовского района у нас прослеживаются тенденции, что порядком, ну, не буду приводить процентов, но подавляющее большинство водительных у нас ответственно подходит к этому вопросу. Очень существенная разница по сравнению, там, предположим, с той ситуацией, которая была 3-2 года назад. То есть, практически все водители используют данные удерживающие устройства, берегут своих детей. Есть, конечно, выявляются нарушения, но они единичные, не такие, как были, предположим, год назад. То есть, статистика показывает, что люди более внимательно начали подходить к этому вопросу. А каким образом осуществляется контроль? Это рейды какие-то? Ну, получается, в повседневной своей деятельности инспектора ДПС при патрулировании улиц дорожного движения, при контроле, при осуществлении надзора за дорожным движением, они визуально выявляют данные нарушения. Ну, и кроме того, конечно, проводятся регулярные, на регулярной основе рейдовые мероприятия, направленные на проверку водителей, которые управляют транспортными средствами, перевозят детей на соблюдение данных норм, требований по перевозке детей. В ходе которых, получается, выявляют на те нарушения, там, беседуем с водителями, пытаемся довести до них все-таки необходимость этого. Ну, еще раз вам хочу повторить, что статистика показывает, что более ответственно начали наши водители Березовского района относиться к этому вопросу. Возвращаясь опять к вопросу несовершеннолетних, и тот факт, что труднодоступных населенных пунктов много, и не везде есть возможность как-то контролировать детей возраст, когда они садятся, там, за руль транспортных средств, будь то авто или мотоцикл, и часто можно слышать такую фразу, да вы че, мы же, мы же всегда так делаем, мы же все так ездим и учимся. То есть люди в населенных пунктах это воспринимают как за норму. Каким образом, вот у нас сейчас, вот насколько безопасно и изданы на тех же питбайках, да, все равно, мне кажется, в Березово тут с этим немного дела получше обстоят, допустим, чем где-то за пределами поселка. Вот питбайки, все прекрасно слышат эту тройку, которая рассекает по поселку, вот насколько это безопасно по техническим характеристикам, допустимо ли это, вообще, как этот вопрос, какой-то контроль взять, потому что, насколько я знаю, летом был какой-то, по-моему, случай с легким каким-то таким мотоциклом. Да, 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 давайте начнем тогда сначала, вот что касается отдаленных населенных пунктов, да, где действительно ГИБДД постоянно-постоянной основе не может осчитать свою деятельность. Проводятся рейдовые мероприятия, сотрудники выезжают туда, работают по отдаленным населенным пунктам. Также практически во всех населенных пунктах, где отсутствует подразделение, ну, наше влияние, как ГАИ, потому что мы не можем на постоянной основе выделять туда людей, там находятся на территориях участковые полномоченные, которые на основании своих приказов, рекламентирующих деятельность осуществляют, в том числе и назовы дорожным движением, также занимаются выявлением таких водителей, их предупреждением дорожно-транспортного происшествия, дорожно-транспортного травматизма. К сожалению, конечно, у нас сложился такой стереотип, тип мышления вот этих вот именно населенных пунктов, что, ну что, я же профессионал, я там с пяти лет, там, конной упряжкой, там, управлял, потом присел на машину, там, в кресле родился. Это неправильное в корне мышление. Я должен напомнить, и все вы должны понимать, что даже на законодательном уровне у нас прописано, что транспортное средство является источником повышенной опасности. И лицо, управляющее транспортным средством, для этого и должно подтвердить свою категорию, должно подтвердить свое умение управлять данным транспортным средством. Потому что, садясь за руль, вы подтвергаете опасности не только своей жизни, но вы подтвергаете опасности жизни участников дорожного движения других, таких как пешеходы, велосипедисты, там, другие участники дорожного движения. Не имея опыта вождения, то есть, получается, надеясь на свою только профессионализм, это глупо и абсурдно, потому что тяжкие последствия из-за этого возникают. Опять же, все у нас идет по кругу. Опять же, можно привести в пример события прошлогодней давности в Сарампауле. Самонадеянность ни к чему хорошему не приводит. Что касается так называемых у нас спидбайков, получается, многие наивно полагают, что покупая транспортные средства своим детям, они ни к чему опасному там не совершают, ничему не подвергают никакому риску своих детей. И многие даже там наивно начинают утверждать, что это не является транспортным средством, так как в документе, который так называемый паспорт изделия к нему идет, он прописывается как спорт инвентарь. Еще раз хотел бы обратить внимание, что правилам дорожного движения Российской Федерации закреплено понятие транспортного средства, механического. То есть, это то транспортное средство, которое приводится в действие с помощью двигателя внутреннего сгорания. Даже изучая те документы на эти спидбайки, можно посмотреть их технические характеристики. Довольно-таки объемные двигателя, там по 197 кубических сантиметров достигает лошадиных сил. У них там по 17, а то и больше лошадиных сил. По техническим характеристикам по своим они развивают довольно-таки порядочную скорость. И при падении с такого даже спидбайка, будучи даже в защитах, как они ездят на шлемах, а некоторые без них ездят, это однозначно получение травмы в разной степени, вплоть до того, что там человек может остаться инвалидом. Потому что дорога есть дорога, здесь не бывает шуток, здесь не бывает самонадеянности. Потому что спидбайки вообще по своей классификации являются спортивными мотоциклами, предназначенными для управления, для движения на них по специально подготовленным полигонам, так называемым трекером, где есть там определенные правила езды, также устанавливаются там вот эти горки, препятствия, по которым они могут прыгать. Данные транспортные средства не предназначены для движения по дорогам общего пользования, так как даже по допуску транспортных средств к эксплуатации на дорогах общего пользования они не подходят. На них элементарно даже отсутствуют те необходимые осветительные приборы, которые обозначают транспортные средства во время движения. А в вечернее время, это же просто-напросто, сами понимаете, сейчас техника дошла до такого, что так называемая звукоизоляция в автомобилях, она позволяет отделить водителя от внешнего фактора. То есть при закрытых окнах он не слышит того, что происходит на улице. В темное время суток просто-напросто человек может не успеть среагировать, там водитель, направляющий транспортные средства, не заметить вовремя. Такой вот спидбайк, который двигается по улице без ничего, без фар, без поворотников. И все это опять же дорожно-транспортное происшествие, которое может привести к печальным последствиям. Мало того, что просто-напросто это один фактор. Второй фактор, это получается, нас управляют данным видом транспорта в основном, лица даже не достигшие предельного возраста, такого, которым можно получить водительское удостоверение. Это 15-14 в некоторых случаях лет. Родители просто-напросто задумайтесь, зачем вы детям своим подставляете просто-напросто такие подножки. Ведь вся ответственность сложится на вас. Вы будете просто-напросто в случаях выявления, родители несут ответственность в данный момент за своих чат и будут привлечены к административной ответственности. Дети будут взяты там под учет, контроль. Потому что эта тема больная, да, действительно, и для нашего, в том числе, поселка. И многочисленные жалобы жильцов, жителей нашего поселка. Ни для кого не секрет, что они часто нарушают или иной раз вообще игнорируют правила дорожного движения, двигаясь там, предположим, по тротуарам, по обочинам, на той же нашей центральной красивой площади. Они там устраивают какие-то несуразные гонки, там, где ходят дети, собираются своими компаниями, двигаются там по всей полосе дорожного движения, по дорогам общего пользования. Там какие-то, ну, непонятные маневры, показывают свою лихость там на двух колесах, там разворачиваются резко. Просто-напросто это же может привести к печальным последствиям. Со своей стороны мы, конечно, проводим рейдовые мероприятия, профилактическую работу на выявлении, как бы изъятие с дорожного процесса таких водителей. Ну, существуют определенные проблемы, конечно, с которыми мы работаем. Но я так думаю, что мы все равно добьемся того, что достучимся до каждого такого родителя и уберем их с дорог во избежание тяжких последствий и вообще каких-нибудь дорожных транспортных происшествий, которых, как вы заметили, было у нас не столько давно в поселке Березово, когда просто-напросто группа вот таких вот у нас лихачей стояло, увидев патрульный автомобиль, начали там разбегаться в сторону и получается один там допустил наезд на второго своего товарища и просто элементарно вместо того, чтобы остаться там, узнать, что с тобой, милый друг, он бросил свой мотоцикл и побежал для того, чтобы просто-напросто не попасть сотрудникам дорожно-патрульной службы. Это вообще недопустимо, я считаю. Вот в идеале как должно выглядеть, как должно выглядеть, вот если есть подросток, который хочет все-таки водить этот мотоцикл, сколько ему должно быть лет, что он должен для этого сделать? Идеально, в идеале это выглядит очень просто. Тот же вот, я напомню, у нас автошкола существует, Леонид Леонидович Бабаня осуществляет деятельность по обучению детей. Даже я вот в курсе, что в этом году он набирал группу детей в школе для получения ими водительского удостоверения. То есть приходят дети в автошколу, слушают там определенный курс, получают навыки вождения, и все, и по достижении 16-летнего возраста они могут уже сдавать квалификационный экзамен, получение категории А, и на общих основаниях, спокойно, никого не боясь, не нарушая правила дорожного движения, управлять этим мототранспортом. Проблем не будет никаких. Ну, в большинстве своих наши дети эти требования игнорируют, ну и получается попустить своих родителей. Вот если говорить о рейдах, насколько я знаю, запрещено преследование, по-моему, именно вот на автотранспорте? Ну, прямого запрета нету, была рекомендация, да, на самом деле действительно есть рекомендация, не преследовать одиночный мототранспорт во избежание более тяжких последствий, так как действительно при преследовании они ведут себя неадекватно, большинство водителей начинают совершать непонятные маневры, проезды на запрещающий свет светофора, и то есть во избежание более тяжких последствий нам есть такая рекомендация не преследовать, не вести преследование одиночного мототранспорта. Мы как бы придерживаемся этой рекомендации и до такого курьеза мы не доводим, то есть получается до того, чтобы избежать более тяжких последствий, мы не преследуем такие мотоциклы, потому что, еще раз повторяюсь, могут быть тяжкие последствия, либо пострадать при этом другие участники дорожного движения. А вот у нас в Березово была такая практика по изъятию транспортного средства. Насколько это эффективно, надолго это хватает? Ну, по идее, как бы процесс этот прописан законодательно при задержании данного лица, который не имеет права управления, соответственно, у них зачастую не имеет при себе документа на транспортное средство. Данное транспортное средство должно изыматься, помещаться на штрафную стоянку, к сожалению, на данный момент на территории Березовского района штрафные стоянки отсутствуют. Но, насколько я знаю, что в ближайшем, я так думаю, надеюсь, в кратчайший срок эта ситуация изменится, будет у нас появиться штрафная стоянка, и да, и мы будем изымать данные транспортные средства и помещать их под охрану до принятия решения о выдаче транспортных средств обратно. Хорошо, вот что касается профилактических мероприятий, вот они проводятся в течение года, есть ли, отслеживается их эффективность, результативность, каким образом, что это за мероприятие, и как вы наблюдаете? Конечно, конечно, отслеживается. Мы на основании анализа и проводим эти профилактические мероприятия, и просто-напросто смотрим их эффективность, и в течение года, конечно, корректируем. Если не показывают своей эффективности те или иные мероприятия, то мы их корректируем как-то вносим в другие планы, может, меняем время, дату, место проведения. Но зачастую, как показывает статистика, вот это вот профилактические мероприятия, проводимые у нас на территории Березовского района, дают свои положительные результаты, как по выявлению и лиц, имеющих право управления, также по выявлению лиц, управляющих транспортных средств, состояние алкогольного опьянения, также проводятся у нас профилактические мероприятия в области пропаганды безопасности дорожного движения, то есть непосредственно работа идет с южными пешеходами, с южными участниками дорожного движения, дают свои ощутимые, конечно, результаты до участников дорожного движения, доводится вся та информация, которая необходима им для безопасного движения по нашим дорогам. Я считаю, что политику мы ведем правильно в этом направлении и будем продолжать свои профилактические мероприятия. Что касается управления транспортным средством в алкогольном опьянении, стало больше таких, стало меньше? Какая динамика? Динамика показывает, что у нас идет снижение, конечно, лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по сравнению даже с прошлым годом у нас в ходе проведения, даже в повседневной деятельности в ходе проведения этих профилактических мероприятий в разы сократились водители, которые мы выявляем за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но расслабляться нам рано еще и не стоит, потому что все-таки факты не редкие, все-таки еще управление в таком состоянии. Даже в некоторых случаях лиц, водителей наших или лиц, которые управляют транспортным средством не пугает та ситуация, что они могут быть привлечены к уголовной ответственности за управление, за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, данные факты у нас нередки и зачастую как бы ежемесячно фиксируются такие водители. Ну, тенденции есть, но все равно, конечно, она еще слишком мала для того, чтобы успокаиваться. Ваше обращение и пожелание к жителям Березово, Березовского района, что бы вы хотели им сказать? Ну, хотелось бы, конечно, пожелать всем участникам нашего дорожного движения, всем жителям Березовского района, это безаварийных дорог, поменьше сталкиваться с грубостью на дорогах, быть займливыми самим участникам дорожного движения, обречать внимание на соблюдение правил дорожного движения. исключать те факты, при которых могут быть подвергнуты риску либо вы сами, либо другие участники дорожного движения. Ну и, конечно, быть активнее в своих гражданских позициях. Мы всегда рады сотрудничеству и взаимодействию со всеми органами власти, с гражданами. при необходимости всегда готовы выслушать те замечания, которые у вас есть. Ну и, в принципе, всего хорошего вам. Юрий Александрович, спасибо большое за содержательный диалог. Это была программа «Разговор по поводу». В студии у нас был временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД России по Березовскому району Юрий Берюгин. Я, Альфия Сингатулина. До встречи и будьте внимательны друг к другу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова